Приветствую вас. Для начала, я думаю, что надо бы понять, что именно не даёт вам жить дальше, то есть, что мешает. Здесь может быть так, что вы воспринимаете на свой счёт, что у него появилась другая. Значит, здесь может быть такая история, что вы сами чересчур от него зависимы, от своего мужа. В таком случае зависимость можно убрать. И здесь есть уложение его выбора и того, что вы для него хотите, в том числе и счастья для него. Поэтому я полагаю, что в первую очередь нужно обратить внимание на эти аспекты. Также, я думаю, что вам необходим план того, что вы будете делать, как вы будете делать. Вот. Вам необходима поддержка, конечно. У вас в этот непростой для вас период жизни. Вам нужна помощь. Вот. И нужно, с одной стороны, разбираться, как так получилось, что вы не готовы твоего мужа отпускать, отпустить были. Вот. То есть. Ну, вот он ушёл, да. Это его право. Как свободного человека. А вы к этому оказались не готовы. Почему? Потому что через чур от него зависимы. Эмоционально, возможно материально. Вот. Вот именно поэтому вы не знаете, как жить дальше. И у подобной зависимости, как правило, есть свои особенности. Есть свои причины. Кроются они в заниженной самооценке, в обесценивании себя, в личных границах. То есть в том, насколько вы человеку доверяете, насколько вы распоряетесь в нём, теряя свою индивидуальность и личность. Вот. Вот. Понимаете? Кроме того, женскую мудрость никто не отменял. Да? То есть. если история складывается так, что у мужчин появилась другая, то может быть это мимолетно. То есть. Мужчина просто, ну, переживает кризис какой-то. Отнеситесь к этому с пониманием, с мудростью. Если вы знаете, что мужчина ваш и что он хочет быть с вами, что он любит вас и так далее. Ну вот. Не торопитесь принимать какие-то решения. Подождите. Я уверен, что в этом случае он обязательно вернётся. Но нужно вести себя мудро и спокойно. Вот. Понимаете? Какая история. Но тем не менее, то, что произошло, нужно интерпретировать так, что вы не готовы к самостоятельной жизни, к независимой жизни, к жизни без него. И это, конечно, говорит о вашей незащищенности и уязвимости позиции. Вот. Что в свою очередь, конечно, может обесценивать вас в глазах вашего мужа. Вот. Поэтому подумайте обязательно на эту тему. И подумайте, как вы могли бы это подкорректировать. Да? Вот. Я думаю, что при желании всё, в принципе, возможно будет. Ну а мы, если что, вам поможем. Понимаете? Вот. У меня есть некоторые сомнения относительно того, насколько вы готовы работать в этом направлении. То есть у вас очень маленький текст. У вас очень небольшой текст. И мало информации о вас. И соответственно, раз мало информации, значит, мы можем меньше рекомендаций вам дать. Поэтому вопрос в том, чего вы хотите сейчас. задавать такие вопросы, на которые по отдельности, то есть в целом, нет ответов. Потому что, действительно, жить дальше сейчас вам сложно. И если вы будете ставить перед собой именно такую задачу, то у вас, конечно, не получится. Потому что, оперируя такими крупными категориями, вы всегда будете сравнивать и в сравнении проигрывать. И в таком случае можно говорить о том, что вы хотите проиграть, может быть. Я не знаю для чего, но хотите проиграть. Понимаете? Какая история. Подумайте об этом. А на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok